Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях Власова Евгения Сергеевна, начальник управления культурой администрации города Рязани. Здравствуйте! Здравствуйте! А 3 августа будет День города. Какие мероприятия запланированы? Здравствуйте! В этом году нашему любимому городу исполняется 924 года. И в этом году мы хотели концепцию предложить нашим горожанам большая дружная семья. Семья, в которой радушно встречают гостей. И это и легло в концепцию празднования Дня города. Прежде всего, мы готовились основательно к празднованию. Мы дали клич и получили много интересных общественных инициатив, которые мы также воплотим уже 3 августа. И те проекты, которые пришли на наш адрес, в адрес управления культуры, мы с удовольствием поддержали. И если говорить о том, как будет проходить День города, то есть большой дружный семейный день, который посвящен празднику. Когда, как правило, начинается день у каждого из нас, начинается с зарядки. Мы предлагаем нашим горожанам получить заряд бодрости и поддержать инициативу, инициативу ТОС, которая так и называется «Городская зарядка». В 9 утра на 6 площадках города – это площадь Победы, Лесопарк, Вишневые сады, Новопаловская роща, Парк Гагарина – пройдут зарядки. В одно и то же время приходят на площадку, где будет организована зарядка. Зарядка совместно с Федерацией фитнеса, управлением культуры, префектурами. И вот такой клич, который мы дали – приходите все и зарядитесь таким спортивным духом для того, чтобы провести активно весь день. Затем мы завтракаем. Акция «Вкусный завтрак», такая городская акция, которая пройдет в наших кондитерских, в кофейнях, на улице Почтовой, а также в районах города, где в 11 часов можно прийти и сказать «Я пришел на городской завтрак». Это такое ключевое слово, которое должен произнести тот, кто захотел поучаствовать с нами в этой городской акции. И они получат кофе, причем свежеприготовленное, и получат комплимент от того или иного заведения, в которое он придет. Но хочу сказать, что акция – это будет абсолютно бесплатно, и нужно прийти в определенное время, с 11 до 12. Потом уже, к сожалению, акция закончится. После того, когда человек подкрепится, скажем так, он выходит на прогулку. И цикл мероприятий, который будет объединен общим названием «Семейная прогулка», включает в себя и автофесты, которые у нас стартуют на Лыбинском бульваре в час дня, в 13.00. И будут представлены около 50 машин того времени, старые машины, которые можно с удовольствием разглядеть, фотографироваться, расспросить владельцев машин, что это за машина и как она жила. Вот. И это автофест. С удовольствием пройтись по Лыбинскому бульвару, где пройдет такое большое аркпространство, называется «Город детства». Будет много батутов, будет много семейных каких-то акций для того, чтобы можно будет с удовольствием погулять. Будет интересная инициатива, которую мы в прошлом году попытались сделать, такой фестиваль туристических маршрутов. Он стартует одномоментно в 14.00, но места старты разные. Мы подготовили 16 туристических маршрутов, которые мы проведем совместно с музеями города. И могут разные, ну как бы, ценители. Кто-то хочет погрузиться в историю города, кто-то хочет узнать о истории одного переулка нашего города, кто-то историю по следам черной кошки 43, это на основании рассказов начальника уголовного розыска, это было именно на Подбелке, на почтовой улице. Кто-то может посмотреть истории любви известных писателей, которые жили или как-то соприкасались с нашим городом. Разные, разные истории, разные туристические маршруты. Они также абсолютно бесплатны. Только единственное, хотела бы предупредить, что на экскурсии нужно будет записаться. 28-04-94 – это телефон управления культуры, где мы расскажем более подробно по маршрутам. И как бы предложим, если вдруг по каким-то причинам уже группа сформирована, а это около 20 человек, то есть, к сожалению, мы не можем объять необъятное. И мы можем предложить другое взамен, другой маршрут. Поэтому с удовольствием предлагаем этот фестиваль, который так и называется «Твоя Рязань». Также мы предложили тоже в семейной прогулке, в торговом городке. Я думаю, что для всех известно, что сейчас там идет большое благоустройство силами активистов. И праздник так и будет называться – праздник кухни Рязанского края и ремесел, где будут представлены интересные рецепты, блюда рязанские. И можно не только отведать яство, но и также можно поучаствовать в конкурсе «Лучшая частушка». Также эти условия представлены на сайте управления, где каждый может зарегистрироваться и себя попробовать в роли таких песенников, которые могут еще получить призы. Продолжаем. Семейная прогулка заканчивается. У нас начинается… Встречаем гостей. И мы встречаем гостей на улице Почтовой. Праздник так и будет называться. Рязань приглашает друзей. К нам приедут многие делегации из городов-побратимов. К нам приедут друзья, скажем так, которые с удовольствием поделятся своим творчеством на улице Почтовой. Почтовая начинает работать с 14.00 и до 22.00 она у нас продолжит свою работу. Что там будет? Рязань приглашает друзей. Это фестиваль гостеприимства. Также можно отведать яство, посмотреть мастеров, прикладников, которые приедут с Рязанской области к нам на улицу Почтовую. Можно что-то приобрести, сделанное мастерами города Рязани. Можно посмотреть концерт. Тоже от наших друзей. И Рыбновский район, и Рязанский район, и город Коломна приедет поделиться своей радостью с нами. И здесь же начнется финал, финал конкурса, который проводит ТОС, финал «Таланты нашего двора». Хочу открыть небольшой секрет. Это настолько востребованный конкурс, и также по общественной инициативе, что мы встали в такое заключительное положение, потому что желающих принять участие в конкурсе было так много, что нам пришлось проводить отборочные туры по районам. И около 27 участников, это лучшие из лучших, покажут свои таланты на сцене улицы Почтовой. Поэтому всех приглашаю поддержать нашу инициативу, поддержать своих соседей, друзей, которые примут участие в этом конкурсе. Конечно же, они все получат, заслуженные призы и награды. После того, как закончится конкурс «Таланты нашего двора», мы передаем сцену другому празднику, другому направлению – это джазовому. Джаз, который так и будут называть «Вернисаж» в стиле джаз. Джазовые коллективы как города Рязани, так и наших соседей. И плюс еще к нам приедет джаз-дэнс-оркестр из города Москвы, который порадует именно джазом, блюзом и той музыкой, которая будет литься до 21 часа с улицы Почтовой. Поэтому приглашаем, улица Почтовая работает, она будет интересные такие какие-то новинки. Ну, мы говорим о дне города, да, улица Почтовая хорошо, но что же будет в районах? И это вот еще раз та инициатива, вот те предложения, которые пришли в адрес управления, администрации города, чтобы не только в центре что-то было, но и обязательно было в парках. Поэтому мы это услышали и объединили все парки в такое большое название – музыкальный парковый пикник, где в парках будут фестивали, вот как, например, в лесопарке фестиваль «Энергия», где-то будет развлекательная программа. Это будет ровно в 15.00, в 16.00, все зависит от афиши. И еще хотела бы остановиться на одной инициативе – это люди с ограниченными возможностями, которые сказали, мы не хотим быть в стороне от праздника, мы хотим тоже быть вместе. И предложили такой интересный фестиваль, который мы так и назвали первый городской инклюзивный фестиваль «Дорога и добра», где все общества людей с ограниченными возможностями примут участие. Они готовятся уже в течение месяца, раскрою секрет, они готовятся, отбирают лучшие номера и покажут себя в сквере у Надежды Николаевны Чумаковой, библиотека имени Есенина. Поэтому всех ждем на такую импровизированную площадку в сквере Чумаковой, где можно будет поддержать, где можно поддержать не только своим присутствием, но и просто посмотреть и быть рядом с теми людьми, которые выразили желание быть рядом с нами в День города. Это такая инициатива, которая прям очень эмоциональна, и в то же время здорово, что это есть, что нас понимают и мы понимаем, тех людей, которые к нам пришли с такой инициативой. Затем идет у нас уже ближе к вечеру вечерняя программа. Вечерняя программа начнется в 19.00 на площади Ленина, и площадь Ленина превратится в Большой танцпол, Большой танцпол, который так и будет называться «Влюбленный город». И наши исполнители, и исполнители, которые приедут из города Коломны. Ну и, конечно же, такой подарок городу – это группа М-Бэнд. Никита Киос, сын наш земляк, он родился в городе, и он с удовольствием поздравит горожан с праздником. И в 22 всех ждет большой фейерверк. В чем принципиальное отличие вот этого Дня города от предыдущих? Что будет новое? Что будет новое? Но я уже остановилась. Это прежде всего инициатива. Это не только то, что предлагается традиционное, да, у нас события, ну, городские. Это официальный прием, это чествование. То есть я хотела бы сказать, что в этот День города мы чествуем людей, которые получают заслуженные награды. Это и медаль Чумаковой в разных номинациях. Это и присвоение звания почетных гражданин города. И в этом году у нас будет впервые акция, общественная акция, которая так и называется «Люди города, люди труда», где все муниципальные предприятия, а это водители, плотник, электро... Вот я просто раскрываю секрет. Электромонтеры, пекари, которые, может быть, незаметно вклад в города ежедневный, но он очень важен для города. Мы говорим о том, что мы чествуем этих людей, но при этом, если вы говорите что-то нового, да, вот прежде всего это инициативность, то есть вот та активность, которая продемонстрировала призыв «Давайте вместе», и вот как раз и вылилась в эту программу, которая вместе с городом. То есть мы празднуем, пока еще не юбилей, мы готовимся к юбилею, но мы вместе с гражданами пытаемся что-то такое привнести в традиционные мероприятия, которые проходят в Дни города. А, День города пройдет однодневно с утра и до вечера. Какая подготовка ведется к этому? Ну, подготовка ведется, конечно же, колоссальная, то есть уже более двух месяцев в режиме «Цойт-Нот» к нам приходят люди. Мы пытаемся решить все технические моменты, потому что подготовка – одно дело видеть праздник, другое дело этот праздник подготовить. Поэтому вот все моменты согласования, взаимодействия, потому что праздник не может быть подготовлен только управлением культуры, праздник может быть подготовлен только сообща. Поэтому все службы администрации города понимают ответственность перед горожанами в этот день, стараются город умыть, стараются город привести, скажем так, привести в порядок, стараются украсить город, стараются что-то придумать в День города. Поэтому все службы, конечно же, готовы. Мы надеемся, что все пройдет хорошо. – Евгения Сергеевна, давайте под конец напомним нашим телезрителям, какого числа и со скольки начнется торжество. – 3 августа с 9.00 мы стартуем. Праздник начинается. – Евгения Сергеевна, спасибо, что стали сегодня наши гости, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова